МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Аденома простаты. Где примерно понятно? А вот что? Что это такое? Это увеличение с возрастом предстательной железы. Аденома простаты и простатит. Это одно и то же. Простатит – это воспаление предстательной железы. Аденома неизбежна у каждого? Практически да. Может ли аденома простаты привести к раку? Скорее нет, чем да. В студии сегодня с нами уролог Медина Юрий Подолян. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Аденома простаты. Где примерно понятно? А вот что? Что это такое? Это увеличение с возрастом предстательной железы за счет изменения ее внутренних структур, увеличения их количества. Поэтому есть еще такой термин, он более медицинский, гиперплазия предстательной железы. Он более правильный, но меньше известен. Скажите, аденома простаты и простатит – это одно и то же? Или как? Одно из другого вытекает? Это абсолютно разные явления. В одной и той же железе простатит – это воспаление предстательной железы. Аденома, как мы уже говорили, это ее увеличение за счет увеличения числа структурных элементов. А могут быть они как-то связаны? Ну, я имею в виду, одно вытекает из другого или нет? Теоретически, наверное, могут. Достоверных научных данных на сегодня подтверждающих. Это – нет. Только факты. Предстательную железу древнегреческие врачи называли вторым сердцем мужчины. Предстательная железа или простата – непарный орган мужской половой системы. Простата является частью репродуктивной системы и по форме напоминает каштан. Предстательная железа состоит из железистой и мышечной ткани. Ее основная функция – выработка простатического секрета. Простата находится в центре таза, чуть ниже мочевого пузыря. Через нее проходит часть мочеиспускательного канала. Объем предстательной железы в среднем 20-30 кубических сантиметров, но меняется в зависимости от возраста. А насколько часто встречается аденома и как она связана с возрастом? С возрастом она связана напрямую. То есть где-то лет до 40 мы практически живем без изменений в нашей предстательной железе структурных. После 40 лет уже начинают появляться они. Причем они появляются на вскрытиях, мы это можем видеть. Обычно у 40-летних мужчин какого-либо проявления по УЗИ, по симптоматике, по жалобам или по анализам мы не будем наблюдать изменений в простате. Обычно начинаются изменения годам к 50-60. Практически все мужчины к 60 годам имеют те или иные нарушения мочеиспускания. И в большинстве случаев виновата это явление разрастания ткани предстательной железы. Так что, аденома неизбежна у каждого? Практически да. Да. Вот само явление аденоматозного изменения тканей простаты, оно скорее всего неизбежно. Ну оставим, допустим, 2-3-5 максимум процентов мужчин, у кого этого не будет. Ну это казуистика, да, уже? Скорее всего, да. Или же это обусловлено какими-то другими факторами, генетическими нарушениями, которые приводят к снижению значимого тестостерона. Да, да. Я думаю, что эти мужчины скорее бы выбрали аденому простаты, чем вот такую судьбу, которая избавила их от этого явления. Юрий Владимирович, с удивлением прочитала информацию, что предстательная железа растет всю жизнь. Ну, для начала вопрос, так это или нет? Инга, можно сказать, что она растет, да, у нее причем есть два таких момента. Она начинает активно расти в период пубертата, где-то там в 12-15 лет, потом замедляет свой рост, практически останавливается. Потом где-то годам к 30-40 еще немножечко подрастает. И это мы говорим о здоровой простате, это мы не говорим пока о гиперплазии предстательной железы. Просто она растет, как мы увеличиваемся в размере, да, дети, так и она растет. Вот сама гиперплазия предстательной железы, это уже дальнейшая, так скажем, ее судьба, и она будет зависеть от определенных генетических особенностей организма. Каковы причины развития аденомы? Конкретно причины развития гиперплазии предстательной железы вот однозначно неизвестны. То есть мы знаем, что это случается, мы это знаем, что это начинает случаться в основном после 40 лет. У кого-то этот процесс будет протекать быстрее, у кого-то медленней. В первую очередь это генетически обусловленная ситуация, да, то есть есть определенная зависимость по тому, насколько рано возникла гиперплазия у наших дедушек, пап, да. Вот. И также связь имеет место быть с дегидротестостероном, уровнем дегидротестостерона. Если он очень низкий, то, как известно, гиперплазия предстательной железы не развивается. То есть есть генетически обусловленные заболевания, когда у пациента нет дегидротестостерона, да, и в этих случаях не обнаруживается. Или же пациент по тем или иным причинам был лишен ганат в раннем детстве, у них тоже не обнаруживается гиперплазия предстательной железы. То есть какие-либо факторы внешней среды, как курение, алкоголизм, малоподвижный образ жизни, в принципе, к сожалению, не способствуют данному заболеванию. Почему? К сожалению, потому что было бы проще профилактировать. Тут есть еще один момент, что нарушение баланса гормонов, условно назовем, женских половых, мужских половых, да, как известно, у нас в организме и те, и те есть, просто у женщин больше тех, которые мы называем женские, у мужчин тех, которые мужские. Вот этот дисбаланс с возрастом возникающий, он тоже приводит к повышению частоты возникновения гиперплазии предстательной железы. А дисбаланс в какую сторону? В женскую. И тут как раз интересный момент, это тот маленький участок, где мы можем заниматься профилактикой, да, то есть профилактируя повышение женских половых гормонов в мужском организме, мы тем самым имеем шанс немножко снизить риски развития и скорость развития гиперплазии предстательной железы. Но вот есть мнение, что в пиве присутствуют эстрогены, ну как, может быть, это провоцирующий фактор, люди, которые любят очень много пива, пивные животы, вот они ожирения. Будем пугать зрителей или нет? Пугать мы их не будем, я думаю, что те, кто пьют пиво, у них больше и других проблем, да, по сравнению с гиперплазией предстательной железы. Но тут есть нюанс, смотрите, влияют ли пивные эстрогены, которые находятся, фитоэстрогены, так называемые, в пиве, сами по себе на организм, это вопрос. А вот то, что на фоне алкогольной интоксикации регулярной пивом происходит изменение печени, да, и она начинает хуже работать, и вот как раз здесь возникает ожирение, не обязательно из-за пива, а из-за образа жизни. Вот это и может приводить, а, к дисбалансу гормонов, да, снижается наш тестостерон, за ним дегидротестостерон, повышается количество, вернее, дегидротестостерон как раз не снижается, повышается количество эстрогенов, и вот мы имеем повышение риска развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Ну, то есть косвенная причина это может быть? Конечно, конечно. То есть здоровый образ жизни ведет к более долгой жизни, это однозначно. Юрий Владимирович, симптомы. То есть на что жалуются мужчины, вот когда эта аденома уже появилась? Основная, можно так сказать, проблема этого заболевания, это то, что предстательная железа, увеличиваясь, зажимает мочеиспускательный канал. Это небыстрый процесс. И когда спрашиваешь мужчину на приеме пациента, а как вы мочитесь, он говорит, ну, знаете, доктор, ну, как обычно. Вот это как обычно, а поскольку медленно развивается, резкого происходит привыкание к этой проблеме. И есть урофлоуметрия такой метод, да, померить можно скорость мочеиспускания. И когда меряем, говорят, слушайте, а вы мочитесь в два раза медленнее, чем, в принципе, обычный здоровый молодой мужчина. Но это один момент. В основном приходят, когда это начинает мешать жить. Потому что, ну, мало ли, ну, скорость мочеиспускания, ну, что такое? Ну, писал он не, там, 30 секунд условно, да, писал минуту. Неудобно, но не катастрофа. А вот когда ты начинаешь вставать ночью по 5-6 раз, когда у тебя начинаются подтекания мочи или там резкие позывы к мочеиспусканию, которые сложно удерживать, с этим, конечно, уже мириться сложнее, и пациенты приходят. К сожалению, к сожалению, как вы заметили в начале передачи, мужчины крайне не любят ходить к врачам. Нет такой привычки, к сожалению, да. Мы не за всех говорим, но основная когорта именно так и происходит. И приходят в очень запущенных ситуациях. А что, получается, что на самой-самой ранней стадии ее застукать практически нереально? На самой ранней стадии, когда надо лечить, реально. В этом весь ужас ситуации, что имея возможности лечения эффективного… Пропускается это все, да? Пациенты приходят на стадии декомпенсации или частичной декомпенсации, когда затронуты и остальные органы. Сама по себе небольшая аденома простаты условно назовем, ну, допустим, там 10 миллилитров по объему, кубических сантиметров добавилось ткани. Пациент может никак это не ощущать, и само это явление не является проблемой для него. А что тогда будет проблемой? К чему она может приводить? К нарушению оттока мочи, к задержке мочи, да. То есть основные такие факторы, по которым мы определяем критерии, надо ли назначать лечение или не надо, это не размер предстательной железы. Это остаточная моча, то есть мы делаем УЗИ и смотрим после мочи и спускания, сколько остается мочи. Вот этот фактор, он является очень важным в определении дальнейшей тактики действия. У меня были пациенты, у кого простата была размером 80 кубических сантиметров, при норме 20-30, там по разным авторам, да. То есть дойной размер с лишним, да? Почти тройной, скажем так, а где-то и четверной. И они мочились великолепно, у них не было ни остаточной мочи, они прекрасно спали ночью. Надо ли лечить такую простату? Нет, не надо. Так, и все-таки, к чему аденома может привести в итоге, то есть какие осложнения? Смотрите, у нас начинает гипертрофироваться мочевой пузырь, да, как компенсаторная реакция. Мочевой пузырь – это шарообразная мышца, как любая мышца под нагрузкой, она укрепляется. И с одной стороны, вроде бы здорово, знаете, мышцы хорошие, но там происходит ряд изменений в мышцах наших, когда они чрезмерно увеличиваются, нарушается иннервация в мышце самой, нарушается кровоснабжение, появляются больше соединительные ткани вместо мышечной, и мочевой пузырь начинает менее эффективно работать. Он становится перерастянутый, его стенки меняются, и, к сожалению, к сожалению, если это запущено сильно, вернуть его, мы уберем простату, наладим мочи и спускание, мочевой пузырь мы не восстановим. Выше мочевого пузыря у нас находятся почки с мочеточниками. Когда совсем много остаточной мочи, а много, может оставаться просто литр. То есть, представляете себе, пациент имеет литр в мочевом пузыре, он идет мочиться, он помочился 50 мл, 60 мл больше, он выжать не в состоянии, и он с этим литром практически всегда входит. То есть, это риски воспаления, да, там застойные... В том числе почек, да. Это перегрузка почек, давление высокое в мочевом пузыре, соответственно, по законам гидродинамики оно идет вверх, да, растягиваются почки. На более поздней стадии мы можем получить такое явление, как гидронефротическая трансформация почек, они тоже истончаются. Почки тем более, не вернем, если мочевой пузырь перерастянутый, с этим как-то можно жить, а вот с испорченными почками жить будет крайне сложно пациенту, мягко говоря, да, поэтому крайне важно. Я вот хотел бы, чтобы вы обратились к нашим слушательницам, телезрительницам, потому что, ну, мужчины знают, но не ходят. Чтобы они... Направляли мужей. ...привели, да, как-то воздействовали. Банально сделать УЗИ, простаты, банально сдать маркер рака, простаты, ПСА, это проще простого. И посмотреть, да, что там, как там. Это избавит от инвалидизации организма. Все лечится на ранних этапах достаточно эффективно и просто. Игорь Владимирович, Вы затронули одну тему, рак. Может ли аденома простаты привести к раку? Скорее нет, чем да. Но там есть интересный факт. Понимаете, что если мы посмотрим у всех пациентов с раком простаты, скорее всего мы найдем аденому простаты. Почему? Ну, возраст пациентов соответствующий. Если у нас аденома начинает появляться где-то годам к 40 и стремится вверх, рак простаты чуть старше возраста. Это обычно после 50 лет основной. 40 тоже может быть, но крайне редко, казуистически. 45 мы считаем возрастом таким отсечки, когда однозначно всем мужчинам раз в год нужно проходить обследование. Вот это ПСА, это кровь с утра натощак, чтобы смотреть. И там его уровень, если он, допустим, больше 2,5-3, то же уровень отсечки ПСА считается 4. Но я бы рекомендовал 2,5-3, особенно если есть в анамнезе родственники с раком простаты. Все, что выше 2,5, требует посещения доктора. Если у нас там меньше 2,5, мочеиспускание нормальное, нет затруднений, нет проблем, то, наверное, можно спать немножечко спокойно. Ну, еще год, по крайней мере. Да, да, да. Мы год за годом взяли, понимаете, после новогодних праздников, пошли, сдали ПСА, сдали общий анализ мочи и крови, сделали УЗИ, и если все хорошо, год свободно себе отдыхаем от урологии. А УЗИ именно мочевого? Мочи простаты и мочевого пузыря. Мы смотрим размеры предстательной железы, что там внутри, да. Мы смотрим мочевой пузырь, остаточную мочу определяем, и по этим измерениям определяем, насколько там мы близки к тому, что скоро нужно будет лечиться. Но в целом аденома предстательной железы вылечивается не совсем. У нас есть три, скажем, таких группы лечебных маневров. Первый – это медикаментозное лечение, второе – это оперативное лечение, и третье – неоперативное, не медикаментозное лечение. Медикаментозное лечение – это препараты, подавляющие рост простаты, улучшающие отток мочи, там комбинированная терапия, альфа-блокаторы и блокаторы 5-альфа-редуктазы, такие группы препаратов. Они что дают? Они дают, во-первых, уменьшение простаты, и они дают нормализацию мочи и спускания. То есть то, в принципе, что бы хотел иметь пациент. Это препараты, которые нужно принимать постоянно. Мы прекращаем их принимать, простата начинает опять расти. По статистике 70-75% случаев, если пациент с аденомой предстательной железы принимает комбинированную фармтерапию, ему не придется оперироваться. Оперативная ситуация тоже не панацея. То есть когда удалят, там есть разные маневры оперативные. Более, скажем так, древние маневры – это через пузырная аденомектомия, когда разрезается кожа в мочевой пузырь и со стороны изнутри мочевого пузыря вылучивается простата. Вот это аденоматозная ткань, не сама простата. Более, скажем так, следующий шаг был – это разработка трансуретральной резекции, когда через уретру, мочеиспускательный канал, специальным инструментом, он толщиной с карандаш, проходят, доходят до простаты, и изнутри ее вырезают просто кусочки ткани, такие, знаете, как лепестки, уменьшают ее объем и увеличивают проходимость канала. Опять-таки она не удаляется, простата вся. И даже аденоматозная ткань в этом случае не удаляется вся. И она будет после этого расти. Тут есть очень интересный момент, что длительность вот этой резекции трансуретральной, она имеет определенный предел. То есть очень долго тур делать нельзя технически. У нас в кровь может попасть много вот этой жидкости, которая омывает, растягивает мочевой пузырь. Есть у нас еще операции, проводятся под воздействием Гольмиевого лазера. Это позволяет вылучить вот эту вот, вот как мы с мочевого пузыря шли, вылучивали аденоматозную измененную ткань простаты. Так можно идти трансуретрально. Трансуретрально нет разрезов быстрее. Почему вот эта методика интересна? И тогда мы можем еще больше убрать вот этой измененной ткани. Чем больше мы ее убрали, тем дольше пациент будет жить до необходимости следующей операции. Хорошо проведенный тур простаты – это примерно 10 лет. Через 10 лет, скорее всего, потребуются какие-то действия повторно. Юрий Владимирович, но Вы назвали три пути, скажем так. То есть мы разобрали медикаментозный, оперативный и какой третий? Я предполагал, что это самый интересный момент будет. Он не медикаментозный, не оперативный, и кажется, что это чудо-чудно. Смотрите, возможно, допустим, стентирование вот этой простатической части уретры какими-либо в виде пружины с плавами, стентами с памятью, термопамятью. Мы вводим, он нагревается, он расширяется. Возможно, баллонная дилатация этой зоны. То есть вводим туда катетер, который надувается манжеткой такой, и растягиваем эту зону. Они почти не используют. Они есть, я их озвучил, но они почти не используются. Они малоэффективны. Они будут использоваться в случаях, когда пациенту нет возможности провести операцию. То есть медикаментозная терапия малоэффективна. Операцию мы не можем провести, у него там инсульты, инфаркты, и он там еле-еле ходит. А писать ему как-то надо. Этот вариант возможен. Но еще раз повторю, это не идеальный ход. К сожалению, у нас остаются два реально работающих маневра. Вот мы немножечко, конечно, забежали вперед. Вы уже рассказали про методы лечения, но еще не рассказали, а как вы диагностируете аденому? Мы уже немножечко об этом говорили. Во-первых, мы обсуждаем с пациентом жалобы. Основа основ медицины. Собранный анамнез. Это банально УЗИ, диагностика в первую очередь. Мы смотрим по объему предстательной железы. И смотрим объем остаточной мочи. В принципе, учитывая, что возраст за 40 лет, объем предстательной железы больше 30 кубических сантиметров, объем остаточной мочи больше 50 миллилитров, это наиболее вероятно, что там будут аденомопростаты. А в Медине делают операции по этому поводу? Значит, в Медине есть условия для проведения трансуритеральной резекции простаты. Доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Отлично. На какие самые-самые ранние симптомы нужно обращать внимание мужчинам и не задерживаясь все-таки мчаться? На самые простые. На запись в паспорте. Графа возраст. 40 лет. Сходите к урологу. Только факты. Среди болезней предстательной железы самыми распространенными являются простатит, аденомопростаты и рак. В случае с аденомой простаты тяжесть заболевания не зависит от размеров самой аденомы. При аденомой простаты не нужно ограничивать прием жидкости. Надо пить достаточно воды, чтобы поддерживать работу мочевого пузыря. У аденомы простаты выделяются три стадии. Стадия компенсации, субкомпенсации и декомпенсации. Аденомопростаты не может переродиться в рак простаты. Это два разных заболевания. Но они могут развиваться параллельно. Юрий Владимирович, сейчас слово нашим зрителям. Недержание мочи после родов требует оперативного вмешательства или можно обойтись без операции? В принципе, первично не требуют. Прямых показаний нет к оперативному вмешательству. Есть такие замечательные упражнения кегеля. Женщинам их хорошо бы делать и до беременности, и после беременности. И это явление может само по себе прекратиться через какое-то время. Разумеется, что если мы там видим, что полгода прошло условно, и ничего не меняется, но тут, к сожалению, кегеля может быть недостаточно и придется прибегать к оперативным вмешательствам. У нас, кстати, это делают слинговые операции в Медине. Оксана Федоровна. Мочеспускание ночью через каждые 30 минут. Жене боли нет. Что это может быть? Это может быть расстройство сна 1. Это может быть нарушение обмена глюкозы 2. Сахарный диабет. Это может быть несахарный диабет. Это может быть нарушение работы гипофизарно-гипоталамической системы. Или гипофизарной, точнее, 4. Это может быть нарушение режима питьевого. Человек очень много пьет на ночь. И, наконец-то, это может быть аденомо-предстательной железы или рак предстательной железы, который приводит к такой симптоматике. Как навсегда избавиться от цистита? Навсегда никак, к сожалению. Можно снизить риски воспаления мочевого пузыря, и мы к этому должны стремиться. Почему у человека частые циститы? Мы уже говорили в предыдущей передаче, что почему, как. Еще раз обсудим ситуацию. Смотрите, эпизодические циститы у женщины, к сожалению, они случаются. Особенность такая. Это как у нас простудные заболевания. Кто-то реже. Наша задача сделать, чтобы как можно реже болеть и как можно менее интенсивно болеть. И вот если там больше трех раз в год или больше двух раз за полгода, это надо уже, пардон, ковыряться подробнее. Это не банальный цистит. Это нужно искать, откуда ноги растут, вот это явление, и как его на корню, так сказать, придушить. Как избежать камней в почках? Увеличение приема жидкости, да, то есть нормализация приема жидкости, скажем так, снизит риски. Потому что если люди мало пьют моча, концентрируются риски камня образования выше. Питание – это снижение употребления поваренной соли. Волшебный продукт. Как ни уменьшай, что-то улучшаешь. Кардиология, урология. Уменьшение поваренной соли достоверно снижает риски камня образования. Ряд моментов мы никак не можем убрать. Ноги растут из той же генетики. Она у нас есть и есть. Тут нужно просто, если мы знаем, что там мама, папа, бабушка, дедушка, кто-то болел мочекаменной болезнью, сходите иногда. Сделайте УЗИ почек. Это тоже то заболевание, которое внезапно, чтобы там бах и кирпич, никогда практически не бывает. Частое, но скудное мочеиспускание. Из-за чего может быть? Это как раз может быть такая, знаете, далеко зашедшая гиперплазия предстательной железы. Такой парадоксальной шурия, когда пациент почти сам не мочится. Вот то, что мы оговаривали. Но само подтекает. То есть там давление высокое и все-таки проталкивает немножко мочи. Но протолкнуть больше 5-10 мл организма не в состоянии, у него постоянно подтекает моча. Если же это позывы такие более яркие, ну это говорит чаще всего о воспалении. У пациента есть либо воспаление, либо цистит, либо простатит. Либо у него могут быть нарушены работа рецепторного аппарата, рецепторного аппарата мочевого пузыря, гипертонус его. И при этом, при небольшом наполнении будет резкий позыв, и он будет бегать в туалет. Юрий Владимирович, в заключение мы обычно говорим о профилактике. Но вот вы тут упомянули фразу, что профилактики аденомы практически нет. Это так? Инга, да. И я упомянул о том, что некоторые причины мы все-таки можем контролировать, корректировать. Это опять-таки гормональный профиль. Это тоже очень интересная тема, мы можем с вами обсудить в будущем. Это изменение гормонального профиля мужчин с возрастом. Об этом мало кто говорит, а это приводит к ряду нарушений качества жизни. То есть избегать переедания, что снижает наш тестостерон и повышает количество женских половых гормонов. Это избыточный вес, это малоподвижный образ жизни. На саму простату это как бы подвижный образ жизни не действует. И питание, да. Но действует на тестостерон, а он в свою очередь действует. И на баланс гормонов, точнее скажу. А он может приводить вот к увеличению скорости и вероятности более раннего возникновения аденомы пристательной железы. А какие витамины вы бы посоветовали мужчинам в целях профилактики? Поливитамины, это знаете, больше я бы посоветовал. Я посоветую мужчинам витамины на приеме, вы уж простите, но в телепередаче нужно смотреть ситуации, понимаете. То есть универсальных нет? Универсальных нет. И они не пьются постоянно. Если человек хочет, он может купить баночку поливитаминов в аптеке и их пропить. Есть препараты, микроэлементы, которые более-менее полезны для предстательной железы. Мы сегодня не затронули, кстати, такой, чем занимаются самолечения. Народные методы очень интересны, обычно всем интересно, да, и насколько они эффективны. Там тыквенные семочки, чилиный подмор. Наука говорит, нет. Некоторые пациенты говорят, да, но отдельно взятый пациент, это отдельно взятый пациент. И ошибка выжившего, знаете, такое есть явление, она никуда от нее не деться, да. Если кому-то что-то помогло, в чем тоже опасность, почему кто-то советует. И люди говорят, ну мне, говорит, помогло, вот я ем тыквенные семочки, и смотри, мочеиспускание нормальное, прошел, пошел, проверил, я дыном и нет. И человек начинает, у него есть проявления, у него есть проблемы, но он начинает, как сосед, есть тыквенные семочки. И заходят методы. А они ему мало помогают, понимаете. Но он верит, ведь соседу помогло. А время идет? А время идет, а организм меняется, да. Поэтому вот эти моменты, надо, в общем-то, быть с ними аккуратными. Переохлаждение фактор, как фактор развития, способствующий аденоме? Смотрите, переохлаждение для аденомы, опять-таки, никак не будет влиять, но оно может приводить к тому, что у пациента будут более частые воспаления простаты, а это воспаление будет приводить к тому, что простата будет сама по себе меняться. Она не растет, но она становится жестче, там появляется больше рубцовой ткани. И эта рубцовая ткань, она имеет свойство сокращаться и тоже зажимать мочеиспускательный канал. И здесь тоже не очень все здорово. Это хуже аденомы, на мой взгляд, потому что если мы при гиперплазии имеем фармакологическое лечение, то есть пациент пьет таблетки, простата уменьшается, то при склерозировании шейки мочевого пузыря там только операция. Игорь Владимирович, давайте еще раз проговорим, как часто нужно приходить на прием к урологу просто так, поздороваться? После 45 лет раз в год, если не хотите иметь сюрпризов с этой стороны, нужно приходить. И какие анализы, исследования нужно проходить, даже если к урологу никак не дойдешь? Хороший вопрос. Инга, смотрите, я бы хотел видеть у пациента на руках результаты общего ПСА, результаты УЗИ простаты, УЗИ мочевого пузыря, неплохо бы УЗИ почек, общий анализ мочи, глюкозу, крови. Вот тот минимум-миниморум, где мы можем уже с пациентом решить массу вопросов. Спасибо огромнейшее и за ваше время, и за разговор. Спасибо за интересные вопросы. Спасибо. Сегодня мы говорили об аденоме простаты. Выясняли, что это за болезнь, можно ли ее избежать, и что делать, если диагноз уже поставлен. Это была программа «На здоровье». Увидимся на следующей неделе. Будьте здоровы, смотрите наши эфиры.